14 мая 2021 года президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ, проходившего в режиме видеоконференции, затронул происходящее на Украине, обратив внимание на зачистку политического поля. В Киеве удивились словам российского лидера об их стране. Судя по всему, и это очень печально. Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России в какую-то анти-Россию, сказал Путин. Он уточнил, что украинская территория становится местом, с которого Москва будет регулярно получать новости, требующие определенного внимания с точки зрения безопасности РФ. В этот же день экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал у себя в Facebook аккаунте слова, сказанные президентом России. Слова Путина сегодня про нас как анти-Россию не нужно недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров. Путин говорит о нас как о постоянном источнике проблем для России и ее антиподе. Такую лексику он еще не использовал. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким. Написал Климкин. Многие пользователи социальных сетей обратили внимание, что на этот раз Путин не употреблял привычные словосочетания братья и сестры, один народ, общая история, они как бы превратились в анти-Россию. Одна часть пользователей была огорчена этим, а другая восприняла сказанное с энтузиазмом. Напоминаем, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указ номер 43, которым ввел в действие решение СНБ о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер санкций против нардепа Верховной Рады Тараса Казака из фракции «Оппозиционная платформа» за жизнь и телеканалов 112 Украина, Ньюс Ван и Зик, упомянутым СМИ без всякого решения суда, запретили вещание, отобрав лицензии. В мае репрессии на Украине вышли на новый уровень. Власти выдвинули обвинения в государственные изменения и ряде других тяжких преступлений, упомянутому Тарасу Казаку и главе полицовета ОПЖЗ, нардепу Виктору Медведчуку. Запад при этом делает вид, что ничего не происходит.